Добрый день, друзья. Андрей, я что-то прослушала, видимо. Объясни мне ситуацию, на каком моменте я должна сейчас начать свое выступление. Ты ничего не прослушала, я просто всем гостям представил тебя, что ты являешься главным врачом клиники Альтомета, что ты участник многочисленных российских международных симпозиумов по стоматологии, у тебя обширный клинический и преподавательский опыт, и ты пользователь наших замечательных конусно-лучевых компьютерных томографов. И мы все с нетерпением ждем твоей замечательной презентации по поводу твоего опыта использования наших систем. Так что мы так уже немножко задержались. Предоставляю тебе слово. Спасибо большое. Если можно, моим помощникам включить презентацию, так чтобы я ее могла наблюдать. Пока что добрый день, уважаемые доктора. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Для меня это первый опыт проведения вебинара, поэтому не судите строго. Безусловно, глаза в глаза общаться гораздо проще, так как я привыкла это делать на мастер-классах стандартных, которые я провожу. Но сегодняшняя ситуация в мире не дает нам такого шанса, поэтому разговариваем на удаленке. По вопросам я так поняла, что вас ориентировали, что все вопросы, которые будут у вас возникать, вы можете писать в чат, и на них я буду отвечать, видимо, в конце презентации. Потому что отвлекаться на вопросы в периоде, в период работы, это для меня будет невозможно, наверное. Тем более, что я не очень хороший пользователь ПК. Да, ладно, тогда у нас такая ситуация. Мы сегодня с вами разговариваем об использовании КЛТТ в эндодонсе. Сейчас я проверю свою стрелочку, она у меня работает, да, кое-что я буду вам показывать. То, что я сочту нужным, о чем сочту нужным, заострить ваше внимание. Доктора, я, конечно же, не врач-рентгенолог, безусловно, нет. В Сироне, у нас есть два замечательных консультанта, Алена Тайбахтина, Наташа Неледова, которые, конечно же, вам именно по рентгенологическим моментам расскажут значительно больше, интереснее и лучше, нежели это могу сделать я. Но это и не моя цель, я не собиралась вам рассказывать именно о рентгенологии. На самом деле, курс рентгенологии в институте для меня прошел неким фоном. И те два месяца цикла рентгенологии, который у меня был, остался у меня в голове только такое черное и белое. Все, больше ничего у меня в голове не оставалось. Сейчас, в силу того, что я врач-терапевт, и по большей части я врач-эндогон, у меня были некоторые очень хорошие работы в моей практике. Было много проблематичных работ, была неудача, серьезные были неудачи. И я их на самом деле не могла ни с чем толком связать, то есть были какие-то моменты, которые я действительно очень технически плохо выполняла. Ну, как у всех, да, все мы учимся работать. А были моменты, которые мне были совершенно необъяснимы, почему у меня что-то не получалось. Так вот, с момента, когда я приобрела клинику ПЛТТ, это было три года назад. В общем-то, ответ на вопрос, почему не получалось, у меня получен. Дело в том, что с появлением 3D-диагностики у меня в практике получилось так, что я полностью стала зрячая. Я открыла глаза, я стала видеть то, что я лечу. Я стала лечить то, что я вижу. Соответственно, я стала правильно ставить диагноз. Как вы понимаете, правильно установленный диагноз – это 50, если не больше, процентов успеха нашей стоматологической практики. Поэтому правильно установленный диагноз решил за меня вопрос, почему некоторые моменты в жизни у меня не складывались, не получались, и пациенты, соответственно, уходили плохо пролечены. Сейчас я переключила слайд, надеюсь, он у вас загрузился и виден. Немного... Меня хорошо, надеюсь, слышно, да? Я могу немного громче разговаривать. Дело в том, что здесь очень-очень приблизительно выведены дозы облучения при КЛКТ. Что, собственно говоря, такое КЛКТ? Конусная лучевая компьютерная томография. Томография, если мы переводим с греческого адаптированного перевода, сделаем, то это изучение срезов. Изучение срезов, то есть в момент обследования КЛКТ, то есть сам аппарат, делает множество-множество-множество срезов за определенное количество времени, и потом их вкладывает эти срезы в полученную 3D-модель, то есть с помощью компьютерной программы. И мы уже видим какую-то картинку на экране у нас на компьютере, и, соответственно, ее изучаем. Так вот, в момент, когда мы делаем обследование, безусловно, у нас идет рентгенологическое облучение. То есть это облучение с помощью рентгеновских лучей. Очень, на мой взгляд, некорректно, когда пациенты, сидя в кресле стоматологическом, и доктора делают им с помощью видеографа 2D-снимки, то есть обычные прицельные снимки, говорят, и не надевают при этом на них защитный фарбук, при этом доктора говорят, да вы не переживайте, это же не рентген. Вот я с этим в корне не согласна, потому что это рентген. И КЛКТ это рентген с определенной дозой облучения, и видеограф это рентген с определенной дозой облучения. Да, она ничтожно мала, она, безусловно, очень небольшая, но она есть. Поэтому, конечно же, при использовании рентгеновских облучений мы обязаны защищать пациентов. Это я к вопросу о том, что защитный фарбук, он не просто так должен у нас висеть для проверок, которые из-за ней приходят. Фарбук должен использоваться для защиты пациента. Потому что все мы люди, и, безусловно, мы все, живя на земле, мы получаем так или иначе облучение. Это естественный радиационный фон, который существует во всем мире, и везде, и всюду. Это техногенный радиационный фон, да, телевизоры, компьютеры, самолеты и так далее, и так далее. То есть то дополнительное облучение, которое мы получаем. И, естественно, когда мы еще делаем медицинские какие-то обследования, то, согласно САНПИНу, мы за год обследования пациента, сюда входит флюорография, какие-то вмешательства стоматологические, то есть специальные снимки, возможно, ортопантомография, либо КЛКТ, то, что содержит в себе рентгеновский луч. То вот за год все пациенты, не все пациенты, а человек за год имеет право получить в районе тысячи микрозивертов облучения. Это нормальный радиационный фон, который может получить человек. Что такое, собственно говоря, микрозивер? Я в этом совершенно ничего не понимаю, еще раз уточнюсь. Есть Алена, есть Наташа, которая об этом более подробно расскажет, но для докторов, которые есть, все-таки как стоматологи, должны ли, чуть-чуть вникать в ту ситуацию, которая есть у него в кабинете, вот я разобралась для себя таким образом. Микрозиверт – это одна миллионная от зивертов. Зиверт – это международная единица, которая была принята где-то там в середине 20 века по имени шведского ученого Рольфа Зиверта, который, собственно, был одним из родоначальников науки радиобиологии. Собственно говоря, один дилерт – это энергия, которая поглощает одним килограммом биологической ткани, ну, собственно говоря, телом человека. Это один дилерт, это огромнейшая доза. В стоматологии за счет использования КЛТТ, за счет использования визиографа все пациенты получают действительно ничтожно малые дозы, то есть одна миллионная зиверта – это один микрозиверт. С помощью визиографа мы облучаем пациента и даем ему лучевую нагрузку, в зависимости от того, верхний лук, нижний лук, лук и все. Соответственно, от этого зависит количество микрозивертов, которые получает человек. Так вот, КЛТТ дает лучевую нагрузку от 40 до 120 микрозивертов. Имеется в виду, что разных томографов очень много. Разных стран-производителей, фирм-производителей очень много. Соответственно, в зависимости от фирмы-производителя, томографы дают разную лучевую нагрузку. Поэтому есть аппараты, которые дают очень небольшую лучевую нагрузку. К счастью, к ним относится наш протокол ССЛ. И есть другие аппараты, которые дают большую лучевую нагрузку. Поэтому все зависит от страны производителя, от названия аппарата. Дальше. На слайде вы видите, что при спиральной компьютерной томографии черепа, когда исследуют чего-то, получается совершенно другое момент облучения. Аж 600 микрозивертов, опять-таки, это приблизительная цифра. Это может быть и 400, зависит от аппарата, и 1500, все зависит от аппарата. Здесь эти цифры приведены для того, чтобы вы могли понять и сравнить, что наш вид обследования несет достаточно незначительную лучевую нагрузку. Ну и плюс за год жизни человек от естественного радиационного фонда получает порядка 1000 микрозивов. Собственно говоря, что мы имеем. За год жизни нас, любого по сути человека в городе, живя в квартире, кирпиди, бетон и так далее, работая у компьютера, смотря телевизор и так далее, мы получаем лучевую нагрузку примерно 2500-3000 микрозивертов. И это считается нормой. И при этом облучении наши внутренние органы не страдают. Ну вот, собственно, это все, что я хотела сказать о дозах, о микрозивертов и о прочем. Потому что, еще раз повторюсь, есть замечательные девочки, которые совершенно правильно и больше, и интереснее меня расскажут о всех дозах и о всем, что с ними связано. Дальше. Какие основные преимущества КЛКТ? Конусно-лучевой компьютерной томографии. Дело в том, что при применении КЛКТ отпадает полностью необходимость использования дополнительных методов обследования. КЛКТ прицельных 2D снимках, то есть использование визиографа. Дальше. Использование ортопонтомографии. Исследование дополнительных рентгеновских предаточных фазов носок и подозрений на гайморит. Соответственно, у нас все эти моменты полностью исключаются, если мы делаем всего лишь один обследование в виде полностью ничего, как вибраторной томографии. Дело в том, что про видеограф и про ассистентов, которые делают рентгеновские снимки, как это будем называть, у меня это, конечно, отдельная головная боль. И вообще это отдельная боль. Потому что, к сожалению, большинство ассистентов в этом мире либо не знают о том, что существуют позиционеры, либо они знают, что не существуют, но эти позиционеры лежат и пылятся в каком-то дальнем ящике. Соответственно, все прицельные снимки делаются ассистентами в виде датчик куда-то там в ротовую полость. Ассистент сам пальчиком придерживает, направляет как-то в субус. Получается в итоге какой-то некорректный рентгеновский снимок, потому что, если вы посмотрите, вот такие изображения некорректные, ну, сплошь и рядом у нас в практике существуют. И у меня, естественно, это тоже существовало очень долгое количество времени. И если мы посчитаем в среднем, сколько рентгеновских и цельных снимков доктор делает на одного пациента за одну генетонтическую манипуляцию, то есть, например, верхний шестой будет 3, либо 4, либо 5 каналов. И надо все эти каналы как-то сфотографировать, корректно рассмотреть на экране, и чтобы все это было не вытянуто, не скомканно, не замазано. Это же, ну, это редчайший случай, когда с одного раза получается десятка. Есть позиционеры. Поэтому получается неправильная форма, наложение канала. В общем, все эти минусы, вы знаете, лучше меня, потому что все мы через это проходим. Соответственно, для того, чтобы получить корректный снимок, его переделывают и не один, и не два, и даже иногда не три раза. И, в общем, вместо того, чтобы сделать один раз 3D толковое исследование, делается несколько внутриротовых снимков, которые в суммарно дозу пациент получает фактически такую же, как и дозу за облучение при исследовании ПЛТТ. Мне кажется, это не совсем грамотный подход. Если уж есть возможность сделать ПЛТТ без ущерба для визуализации зубов, ну, почему же его не сделать? Конечно, я понимаю, когда его нет в клинике под рукой, приходит пациент куда-то выходить на улицу и идти искать, и делает на следующий день, который приходит на лечение, это, конечно, такой вопрос. Но, если у вас есть в клинике ПЛТТ, то никакая лучевая нагрузка не сравнится с тем количеством поглощенной лучевой энергии у ассистента, у доктора и у самого пациента. Тем более, еще раз вернусь все-таки к партнерам, докторам. Все-таки я считаю, что на этом я бы заостряла особое внимание, потому что в момент, когда мы обследуем на визуографе, естественно, пациент получает рентгеновское облучение, ну, все небольшое. У нас же, вы знаете, есть несколько органов, особенно притягательных для рентгеновского луча. Это щитовидная железа, молочная железа женщин, половые органы. В общем, есть несколько органов, которые особо чувствительны при рентгеновском облучении. Мы их должны, безусловно, щадить. Подумайте, вот когда мы делаем визуографию с помощью визуографа обследования верхней, то кубус у нас направлен сверху вниз. И, собственно, луч проходит и уходит пациенту ровно за шиворот. И идет ровно туда, где наши нежные вот эти вот органы. Конечно, нужно обязательно надевать защитный фактор. Если нижнюю челюсть, когда мы делаем обследование визуографа, у нас луч направлен параллельно полу, либо даже немножко вверх, да, чтобы снять нижний зуб, то и у нас страдает что? Язык, сильная железа, глаз, хрусталик, да, головной мозг. То есть вот так вот у нас. То есть с верхними зубами еще все гораздо хуже, потому что щитовидка, молочные железы на сумме, где и могут участвовать. Пожалуйста, забывайте защитный фактор. И если уздобка находится в кабинете, если нет отдельного регионологического кабинета для обследования пациентов, а в кресле у себя в кабинете делается обследование, я бы все-таки доктору рекомендовала выходить. Если не стеклянные, конечно, двери и стены, потому что если стеклянные, выходить просто бессмысленно. А если вы находитесь в кабинете, то стоите, пожалуйста, сбоку от кризиса, не перед, а именно сбоку от кризиса. В этом случае вы не схватите облучение. Если стоите в кабинете спереди, вы просто поймаете через пятку этот рентгеновский луч. Так вот, какие еще плюсы КЛКТ? Безусловно, небольшое облучение человека, особенно детей, по-люшим это требуется. Безусловно, облучение детей, исследовать на КЛКТ детям не рекомендуется до пяти лет, то есть это очень-очень серьезные показания для того, чтобы обследовать детей до пяти лет. После пяти лет, после пяти лет, детей обследовать тоже нежелательно, только по очень-очень серьезным показаниям. Теперь, размер. Я сейчас говорю именно об Ортофос-СЛ. Это аппарат, фонусно-ночевой компьютерный томограф, сделанный на фирме Серона, называется Ортофос-СЛ, которым я, собственно, пользуюсь и в который влюблена категорически. Размер исследуемой области составляет 10 на 11 сантиметров, время сканирования всего 14 секунд. То есть до 14 секунд происходит полное сканирование, полное обследование пациента. Согласитесь, это очень немного, это очень мало количество времени. Толщина сканируемого среза всего лишь, обратите внимание, 0,15-0,3 мм. Доктора, тут надо понимать, что чем тоньше срез во время съемки, тем более правильная анатомически картинка 3D в итоге у нас получается на экране. То есть 3D-модель будет наиболее корректна и правильна, чем тоньше срез. Наш томограф, насколько я знаю, насколько я в курсе, делает наиболее тонкие срезы. Ну, во всяком случае, это один из томографов, который делает очень тонкие срезы. При этом лучевая нагрузка на пациента гораздо в десятки раз меньше, чем при стандартной спиральной томографии, при обычном КТ, которая применяется в общей медицине. Как вы видите, лучевая нагрузка для детей на Ортокос СССР составляет в районе 11 микродивертов, это совершенно немного, и для взрослых порядка 27 микродивертов, что тоже, конечно же, совсем не много. Теперь доктора немножко ближе к эндодонсии. Собственная тема нашего занятия – это КЛКТ эндодонсия. Имея честь, соседствую с такими богами стоматологии, как Герма Штул, Филиппо Санкт-Арканжело и другие доктора, это все доктора-представители компании Дульспла и Сирона, врачи-эндодонты, которые разрабатывают и плотно используют в своей практике для формирования корневых каналов системы Протепер, ну и не только, конечно, Протепер. Ну вот посчитали, что мои работы по формированию корневых каналов и абтурации достойны внимания, поэтому, собственно говоря, меня поместили в этот список. Клиники, которую мы с мужем имеем в Москве, она не очень большая, рассчитана на 7 кабинетов. В клинике у нас практически все стоит оборудование Сирона. Мы являемся референтной клиникой компании Дульсплай Сирона. Нам такое почетное звание дали, потому что мы в основном, на две трети используем оборудование только компании Дульсплай Сирона. Конечно, я этому очень рада, в силу того, что оборудование не просто достойное, а категорически достойное, отработало уже много лет. Кресла у нас, установки так вообще в десяток лет уже работают. Ну и остальное оборудование пока нареканий никакого у меня не вызывало. Это, собственно, мой кабинет, в котором я практикую. Это непосредственно КЛКТ, сам аппарат. Как вы видите, мы приобрели его с возможностью исследования для ортодонта, потому что ортодонтов у нас несколько человек в клинике, они ТРГ помнят достаточно часто, делают какие-то там измерения, в протодонте я никакого отношения ничего не могу сказать. Ну, востребованная функция. И что я могу сказать доктора по поводу минусов КЛКТ? Дело в том, что все, что я до этого перечисляла, ну это еще и не все, это, конечно же, плюсы КЛКТ, то есть быстрота использования, съемки самоочистой, малая доза облучения, великолепная 3D-картина, которую вы можете сразу же, буквально сразу сесть и рассмотреть, показать пациенту, и пациент увидит малейшие нюансы, потому что у вас есть возможность все это дело прокрутить, раскрыть и показать пациенту, указать на его какие-то проблемы. Все это, конечно, категорические плюсы. Какие минусы? Минус 1 – это дороговизна. Безусловно, аппарат стоит достаточно дорого. И для того, чтобы окупить аппарат, кажется, что должно пройти очень много времени. А на самом деле, по собственному опыту, я точно могу сказать, что аппарат окупается очень быстро. И в силу того, что мы в один момент, точнее, 3 года назад, приобретали большое количество оборудования, это был ИЦЕРЭК, это был РАФОССЛ, установок закупали несколько штук, ну и так далее. В общем, достаточно объемный был пакет оборудования, которое мы приобрели. Так вот, с первых же дней мы с мужем, а он владелец клиники, и тоже стоматолог, мы с мужем сделали однозначно вывод, что двигатель, клиники, в момент, когда ты весь в долгах, это, конечно же, компьютер-металлог. Потому что с первой до последней минуты все доктора используют для диагностики только КОКРТ. И, конечно, он сразу же начинает приносить в бюджет клиники хороший достаток, и, соответственно, он себя достаточно быстро окупает. Более того, насколько я поняла и насколько я изучила нынешний рынок, компании, медицинские компании очень быстро вошли во вкус и поняли, что КОКРТ является действительно таким двигателем и стали в аренду сдавать компьютерные томографы для стоматологов. То есть, настолько было очевидно, что стоматология без КОКРТ существовать реально в данный момент времени не может. И стоматологии, которые не могут себе позволить приобрести, они ее берут в аренду с последующим выкупом. Я читала так про несколько аппаратов, не могу сказать про сервоновский аппарат, да или нет, не могу ничего сказать. были другие фирмы, но такие моменты есть. И, конечно же, меня это порадовало, что действительно КОКРТ становится настолько обязательной манипуляцией, что фирмы уже подстраиваются и прикидываются небольшим клиникам навстречу. Так вот, по поводу того, как мне КОКРТ помогает в моей гидантической практике. Тогда я сразу хочу попросить у вас прощения за то, что я не все среды смогла сделать и вам показать. В силу того, что в клинике я сейчас не работаю, вебинар этот организовался несколько внезапно для меня, то есть я была не подготовлена технически в силу того, что у меня нет в клинике, я не могу сделать скриншоты те, которые потребовались конкретно для данных моих примеров. Поэтому не все скрины, которые хотелось бы мне вам предъявить, к сожалению, у меня есть в данной моей лекции. Но получается так, что показываю вам не все среды, но технически я вам могу показать, что я действительно отработала именно так и вы поймете почему. Так вот, например, пришел ко мне пациент, такой проблемой, как вы понимаете, огромная киста на верхнем шестом слева. Безусловно, все пациенты, которые ко мне приходят с проблемами, без проблем, ну, взрослое население, у меня проходят сначала через СЛКТ. Для нас это обязательное условие, потому что скрытых патологий масса. И когда мы делаем обследование, все молчащие так называемые зубы, безусловно, мгновенно видны на экране, и я пациенту очень наглядно показываю, рассказываю, объясняю. И, вы знаете, редкий пациент, который хочет продолжать жить с гайморитом от кисты на верхнем зубе, это был точно такой же случай. Совершенно молчащая киста, то есть никак себя не проявляющая, с элементами гайморита, гайморовой пазы. Здесь это не очень хорошо заметно, потому что я увеличила снимок. Но вот есть уровень жидкости гайморовой пазухи, который я просто некорректно сделала скриншот, но это было давно уже сделано скрин. Сама, собственно говоря, киста, как вы видите, вот на медиальном корне. Когда мы видим такие кисты, безусловно, мы предполагаем, что пропущен какой-то дополнительный медиальный канал, чаще всего МВ2. Так вот, на аксиальном среде этого губа оказывается, был пропущен не только МВ2, но еще и МВ3 канал, который, собственно говоря, как вы видите, в процессе работы МВ1, МВ2, МВ3 ноя был найден, обнаружен, запломбирован, простерилизован, запломбирован. И, собственно говоря, вот он результат. Через 4 месяца через 4 месяца, через 4 месяца, достаточно успешный результат, видна выбух кости от бывшей кисты, как вы видите, достаточно успешно проходит оссификация и совершенно чистая гайморова пазуха. То есть, на мой взгляд, лечение было адекватным, успешным, после этого, когда мы получили успешный результат, до этого момента зуб был закрыт просто герметичной временной фотопломбой, после этого успешного результата мы восстановили зуб, надели коронку, в общем, человек ушел с постоянной работой. Я никогда не веду очень долго пациентов с временными фотопломбами, в силу того, что если мое эндодентическое вмешательство было успешным, то результат я могу увидеть достаточно в скором времени после лечения. Это примерно 3-4 месяца. То есть, если киста очень большая, то я увижу ее спадение и, соответственно, границы кисты значительно уже меньше будет. Если была киста небольшая, то вполне вероятно, что я увижу ее полное отсутствие. Соответственно, таким образом я понимаю, что мое вмешательство было успешным и таким образом принимаю решение о том, что мы будем протезировать данный пролеченный зуб. Следующий случай, достаточно интересный, который не так давно я выполняла, ну, это был где-то, наверное, декабрь предыдущего года. Я заранее прошу прощения такой вот не очень качественный снимок, но дело в том, что этот снимок я разместила в презентации, это снимок с мобильного телефона, который мне прислала доктор с вопросом, смогу ли я или не смогу пройти и перелечить этот зуб, потому что там были явления периодонтита, даже с явлением периостита. И доктор пыталась расплумбировать корневой канал на каком-то этапе, ну, а конкретно там, где заканчивается плумбировочный материал, она застряла, в ухо встала и дальше ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вверх. Ну, я посмотрела, естественно, никогда не отказываю, чую, не посмотреть. И когда ко мне пациентка пришла на КЛКТ, ну, на лечение, соответственно, естественно, я и сделала КЛКТ, обратите внимание, какое у нее на самом деле интересное строение корня. Правда же? Достаточно нечасто такое увидишь. И, конечно же, мне было немножко страшновато даже приниматься за лечение такого зуба, но, когда я посмотрела в боковой проекции этот зуб непосредственно, к сожалению, у меня, опять-таки, в данный момент нет скриншота боковой проекции, к сожалению. Я увидела, что изгиб канала идет в язычную сторону. В язычную сторону. Соответственно, даже без использования микроскопа можно предполагать, в какую сторону двигать инструмент и куда его пытаться просчутать, где его пытаться найти, канал. Потом, когда мне удалось пройти с помощью ручного файла изгиб в этом канале, как видите, изгиб достаточно серьезный. Вот, сделала с инструментом снимочек. Потом я канал соответствующим образом, я, наверное, об этом сегодня не буду останавливаться, это не тема нашего занятия. Тумбировала не в первое посещение, потому что были явления периостита, а во второе посещение, это примерно через пару дней ко мне пациентка пришла. И вот с такой картиной после тумбировки, обратите внимание, что одна большая дельта в бок и вот такой корневой канал у нас в форме получается. Тумбировала, конечно же, горячие бутаперчи, потому что я предпочитаю все-таки пламбировать именно горячие бутаперчи герметично, корневые каналы все, независимо от диагноза, в силу того, что если я делаю герметичный корневой канал, конечно же, я нацелена и настроена на какой-то определенный долгодременный хороший результат. Вот такой интересный был случай. Теперь всем докторам всегда от души желаю, чтобы в щипцах у хирурга, а хирург это как раз-таки наш дорогой доктор-владелец клиники, чтобы в щипцах у хирурга не было зубов удаленных с нашей фамилией. Что значит с нашей фамилией? То есть, чтобы мы зубы эндодентически лечили настолько хорошо, чтобы зубы, которые удаляются, в итоге не носили наших фамилий. Так как я обычный врач-стоматолог, и, конечно же, у меня были проблемные пациенты, в смысле, что я не смогла им помочь, и были какие-то проблемы после моего лечения, конечно, кто не работал, тот не портачил. Соответственно, с моей фамилией зубов удаленных присутствует какое-то количество, поэтому, безусловно, я всем желаю лечить настолько хорошо, чтобы удаленные зубы не носили наших с вами фамилий. Теперь, доктора, по КЛКТ в эндодонте. Я услышала от Дмитрия Рогаткина такую замечательную формулировку, как 3D можно расшифровать как доступно, достаточно и достоверно. Лучше и четче просто не сказать. Действительно, КЛКТ 3D это абсолютно доступно, это действительно абсолютно достоверно и достаточно одного снимка для того, чтобы полностью увидеть всю картину, весь лицевой скелет, включая зубы, обе челюсти, суставы, синусы, кости носа, ходы носовые и так далее. То есть, все проблемы, которые могут существовать в области лица от человека, мы все эти проблемы можем в случае одного всего лишь снимка полностью исследовать. Итак, возможности 3D именно в эндодонсе. Безусловно, это определение количества каналов до лечения. Дело в том, что в нашей современной стоматологической практике появились достаточно грамотные пациенты. Эти пациенты приходят уже со знанием количества каналов, которые им надо пролечить. И если мы не делаем исследования в виде КЛКТ и не показываем пациенту на аксиальном среде его количество каналов в его конкретном зубе, то пациент может и не понять собственно за что он платит. И дальше у меня будет по ходу случаи, я вам это покажу. Второй момент, то есть вы определяете количество каналов, более того, вы показываете все найденные каналы пациенту и он их совершенно точно видит. Потому что если на 2D снимке мы можем лишь сами примерно определить количество и то даже не каналов, а корней, то в исследовании КЛКТ вы совершенно точно видите и показываете пациенту количество каналов, которые вы собираетесь пролечить. Более того, если зуб периодонситный, вы на 2D снимке по видеографу, который делаете снимочи с помощью видеографа, вы можете определить, например, киста на мезиальном корне, но вы же не понимаете, какое количество там каналов, какой канал хорошо запломбирован, а какой канал пустой, потому что у вас идет наложение корней, у вас только плоскостное изображение, и вы, собственно говоря, ни вправо, ни влево зуб прокрутить не сможете. По 3D изображению КЛКТ вы можете совершенно точно понять, где расположена резоркция, какой стороны корни, от какого конкретно канала, потому что ранее у меня всегда стоял вопрос, а надо ли все каналы в зубе перелечивать, вот, например, приходит пациент, у него 4 канала в зубе, из них 3 хорошо пролечены, надо или не надо мне их распломбировать, вот эти оставшиеся 3. ЛКТ в этом смысле для меня вопрос абсолютно закрыл, потому что я совершенно точно вижу, нуждается или не нуждается в перелечивании соседний канал, куда уходит киста, в какую сторону, затронут или не затронут соседний корень, соседний канал, и так далее, то есть, опять-таки, я и для себя делаю вывод, и пациенту показываю, что да, вам не надо платить за 4 канала, достаточно перелечить, всего один и проблема будет решена. Следующий момент, какие возможности 3D в эндодонсе, второй вопрос, при наличии дефекта, точное определение его расположения, то есть, при обширной кисте, возможно разрушение картикальной пластины, конечно же, язычная картикальная пластина, либо щечная, либо соотношение резорции с нижнечелюстным каналом, либо с центральным отверстием, либо с синусом, с гайморовой пазухой. Конечно же, по 2D снимку никогда невозможно определить, насколько близко или далеко расположен нижнечелюстной канал от зуба, который вы собираетесь лечить, потому что изображение пласкостное, сплошь и рядом, оценивают, что как будто корень лежит прямо на нижнечелюстном канале, а в 3D изображении у нас корень в совершенно другом направлении смотрит, и он от нижнечелюстного канала на полсантиметра выше или в сторону расположен. Это обычная традиционная ошибка при исследовании только на 2D. И немножко упустила, сейчас нагоню этот вопрос. Дело в том, доктора, что почему собственно говоря невозможно ориентироваться на 2D конкретно в эндодонте. В эндодонте я имею ввиду при перелечивании кист. Дело в том, что когда мы делаем исследование на визиографе и получаем пласкостное изображение, то рассматривая его мы чаще всего не видим собственной резоркции. Почему? Потому что рентгеновский луч проходит через надкосницу попадает в резоркцию кисту и выходит через надкосницу. Надкосница это плюс кальций, сама киста резоркция это минус кальций и выходит через надкосницу опять-таки плюс кальций. То есть плюс на минус будет ноль. Мы не видим особенно небольшие какие-то кисты небольшого размера. Мы в обычном прицельном 2D-снимке мы просто физически не можем найти. Не потому что мы плохие или мы слепые. Нет. Мы слепые в виде обследования. И только лишь обследование в виде 3D может нам дать возможность увидеть, прозреть и поставить правильный диагноз. Хорошо. Теперь что нам еще возможности к ЛКТ в эндодонте? Наличие линейного дефекта. Опять-таки прокрутив корень во всех направлениях, в том числе по аксиальному среду, очень часто мы находим трещины, которые мы совершенно не можем выявить в любых других моментах обследования. Мы можем увидеть какие-то переломы, которые совершенно не видны в обычном прицельном снимке. Соответственно делать правильное вмешательство и охладь сразу же пациента например на удаление они сидят не мучаются не расслабировать то, что в принципе невозможно вылечить. Последний момент, что я еще считаю возможности к ЛКТ в эндодонте это то, что вы совершенно точно можете мотивировать пациента на какую-либо работу, потому что ошибка при 3D обследовании фактически сводится к нулю. вы никогда не делаете что-то не видите что-то приблизительно может быть так может быть не так вы видите совершенно точно более того пациент видит это точно и вы с пациентом очень подробно обсуждаете план вмешательства план лечения материальную сторону вопроса конечно она немаловажна для пациента но вы можете очень точно просчитать весь его план и соответственно пациент уже может принять решение да да нет нет опять-таки это его право отказаться тоже всему хорошо теперь по поводу того что мы вообще можем находить при обследовании КЛТТ честно говоря для меня это было открытием и я поняла что фраза что редкие случаи в стоматологии встречаются очень часто эта фраза совершенно справедлива это действительно редкие случаи в стоматологии и в ингодонции если вы применяете 3D обследование вы будете находить очень часто так вот по поводу онконостороженности сделан частичный частичное обследование на КЛТТ совершенно некорректно было сделано обследование в силу того что мы буквально первый день как им пользовались и что-то пошло не так и соответственно здесь немножко смазанный такой получился снимок да но на самом деле здесь дело не в том насколько он удачен или не удачен дело в том что пациент пришел собственно говоря с нижним восьмым и с желанием что-либо с ним сделать то ли восстановить то ли удалить в общем он пришел посоветоваться с доктором никак его этот зуб вообще не беспокоил и соответственно мы сделали вот такое вот маленькое частичное обследование и посмотрите пожалуйста доктора что мы увидели вот это этот снимочек который вы видите это то что обычно мы получаем на экране после выхода после съемки то есть этот снимок можно условно назвать ОПТГ то есть это как бы плоскостное изображение и потом когда мы на него на это плоскостное изображение наводим просмотровое окно у нас получается уже 3D изображение так вот следующий сприншот это уже в просмотровом окне тот же самый пациент с теми же самыми зубами обратите внимание какие полости у пациента присутствуют и боковой проекции какие полости у пациента в челюсти конечно же мы предположили что это какого-то рода может быть это кистозная амилобластома либо что-то еще и безусловно мы не стали даже пытаться что-то делать с этим нижним восьмым пациента мы отправили в соответствующее заведение ему были проведены хирургические манипуляции и во всяком случае мы не навредили они навредили только лишь потому что сделано было ТЛТТ и мы обнаружили вот эти вот полости телечелюсти которые совершенно были не видны на 2D обследование следующий момент вот обратите внимание пациентка приезжая приехала с желанием просонировать полозерта безусловно как я говорила мы все всех пациентов первичных сразу же пропускаем через ТЛТТ жалоб у пациентки не было вообще никаких куда смотрит обычно врач-терапевт когда пациент сделал какое-то обследование я скажу о себе но думаю что я подтвержу мнение всех остальных терапевтов врач-терапевт всегда смотрит в область пролеченных эндодонтически ранее зубов на предмет что там происходит киста не киста в общем все наши проблемы которые мы считаем нужным решать всегда находятся в районе депульпированных зубов вот здесь у меня наведено просмотровое окно на ранее депульпированные зубы ничего особенного я там не вижу и согласитесь что в область не леченных ранее зубов в принципе мы глазом скользнули и убежали туда куда нам более всего интересно как оказалось совершенно напрасно обратите внимание на нижнюю челюсть справа условно на ОПТГ которое мы видим сейчас по большому счету ничего с челюстью не происходит особенность но если я на этот участок наведу просмотровое окно для срезов то есть просмотровое окошко следующий стрим обратите внимание что у нас зубами справа не зубами а сквозь челюсть подозреваю что это была солидная форма амилобластомы выбух присутствовал в небольшой степени пациентке совершенно он не доставлял никакого дискомфорта и она говорит да я с ним уже и сроднилась то есть это уже не один год у нее сгибицы продолжается ну даже не припукла в общем что-то такое невнятное с чем она уже сроднилась безусловно пациента мы отправили в ЧЛХ и там уже были проведены все необходимые виды обследования и гистология и собственно говоря наверняка хирургическое обрушательство было тоже проведено так что вот такие случайные находки в практике врача-стоматолога могут встретиться достаточно часто следующая находка которая может быть врача-стоматолога вот обратите внимание девочке 17 лет выпускница один из она была направлена к доктору на эндодонтию эндодонтия нижнего шестого слева казалось бы откуда у девочки 17 лет при совершенно здоровом парадонте да парадонт совершенно здоровый может взяться такая киста к сожалению доктор который к которому изначально пациентка попала не насторожился потому что он сделал только ОПТГ и по ОПТГ был поставлен диагноз киста нижнего шестого слева к счастью когда девочка к нам попала мы сделали КЛТТ и на КЛТТ совершенно очевидно видна существенная проблема у ребенка и конечно же была направлена в детские отделения ЧЛХ и была проведена редекция действительно был поставлен диагноз солидный атома мелобластомы ситуация достаточно серьезная потому что очень велика было разрушение челюсти обратите внимание вид на аксиальном срезе полное отсутствие картикалки язычна ну и собственно говоря в небольшой степени в виде выбуха присутствует картикальная пластина щечина в общем беда беда у девочки и конечно же очень жаль что на это не обратили изначально внимание было потеряно достаточно много времени потому что она куда-то поступала потом какие-то там еще были моменты обсрочивания то есть не беспокоило ничего и соответственно было потеряно время если бы изначально в клинике куда она попала сделана была КЛТТ таких проблем бы закончился ровно на этом уровне то есть что я могу предъявить ортопеду я ортопеда привожу сажаю перед декрадом разворачиваю КЛТТ во всех проекциях кручу корень показываю и доказываю то что я хороший доктор я запломбировала ровно столько сколько требовалось чтобы зуб был здоровый я это доказываю доказать я это могу только с помощью 3D изображения это абсолютно невозможно сделать с помощью 2D снимка как вы понимаете на 2D снимке на визиографе вы будете просто доктором который не смог запломбировать канал до вертушки и ниже изображение это пломбировка мезиальных каналов когда мы делаем скриншоты то никогда не бывает совершенно четкого точного видения двух каналов одновременно всегда лучше виден один для того чтобы лучше увидеть другой мы должны немного зуб повернуть поэтому здесь вот такое будто бы не четкое изображение но оба канала запломбированы хорошо но еще раз повторюсь несмотря на хорошую пломбировку зуб все равно был удален так вот когда мы приступаем к лечению пациента безусловно на аксиальном срезе мы можем выявить си шейп каналы мы просчитать можем все количество каналов которые есть в каждом из зубов и соответственно показать все это пациенту дальше как я уже сказала пациентов очень много сейчас приходит подкованных грамотных которые приходят из порога заявляют конкретно в данном случае пациент пришел и сказал у меня пульпит в верхнем четвертом зубе и в нем два канала хорошо сказала я конечно же в верхнем четвертом в 99% случаев два канала и как вы думаете что у пациента было при обследовании на визиографе безусловно каждый стоматолог поймет что каналов три потому что три корня но как я пациенту на таком вот снимке должна обрисовать и показать где у него какой корень три корня потому что он же ничего там не понимает и не видит пациент не разбирается в рентгенографии соответственно только КЛКТ может меня спасти и на КЛКТ совершенно очевидно я показываю три корня в четвертом зубе да вот такой вот нонсенс три корня не часто но бывает человек пришел рассчитывая на два корня на два канала к сожалению три корня но я до лечения открыла показала рассказала и пациент знает что у него действительно три канала и чек на оплату за три канала обоснован потому что эти три канала у него есть да конечно же контрольная рентгенография показывает эти три но это же уже после лечения а человека надо мотивировать и обосновывать свое лечение все-таки до лечения хорошо теперь еще один интересный случай он не очень имеет отношение к эндодонсии но он имеет отношение к тому как спасает КЛКТ во многих ситуациях и в том числе при хирургических вмешательствах нам пришла пациентка с жалобой на то что у нее бесконечный переимплантит в области нижнего ну тут наверное третий четвертый да зубы замещенные имплантатами снизу дело в том что пациентка уже в трех клиниках делала различные системы имплантатов устанавливала делала протезирование в общем она уже где только не побывала кого только она не послушала и в итоге она как-то попала к нам и у нее все равно на фоне того что постоянно она приходила в разные клиники ее обследовали ей что-то делали у нее все равно продолжался переимплантит и боли в области нижнего третьего четвертого зуба где установлены имплантаты и почему-то ни в одной из предыдущих клиник никто не догадался сделать КЛКТ мы безусловно отправили сделали у нас в условиях нашей клиники обследование обратите внимание что ее в итоге беспокоит вот имплантат боковая проекция нижнего третьего имплантата как вы считаете что вот внизу под имплантатом внизу это корень зуба вот верх аксиальный срез обратите внимание зубик не прорезавшийся вот так вот лежит троечка не прорезавшаяся и имплантат я вернусь назад травмирует периодонтальную щель вокруг вот этого вот лежащего зубика естественно возникает различного рода негативные явления а все почему потому что не было сделано КЛКТ на панорамном обычном снимке этот зуб не виден я вернусь назад я хочу чтобы вы еще раз посмотрели обратите внимание как что мы видим на 2D снимке на ОПТГ мы видим контуры на которые до этого я например даже не обратила бы внимания и когда уже сделали КЛКТ соответственно мы увидели весь всю проблему которая там существует вот и все следующий момент который может быть и в чем нам может помочь КЛКТ дело в том что достаточно часто пациенты приходят с жалобами на пульпиты верхних зубов а мы смотрим собственно при осмотре когда делаем диагностику мы не видим разрушенного зуба мы не видим даже пломбы в этом зубе зуб как бы интакт вот у меня была похожая пациентка с похожей проблемой верхний пятый зуб совершенно интактный и жалобы на пульпитные боли конкретно в этом зубе боль от горячего боль ночная в общем пульпит я естественно отправляю на КЛКТ после получения снимка мы смотрим КЛКТ и вот что мы видим боковая проекция верхнего пятого зуба боковая проекция это щечная картикальная пластина это анемная картикальная пластина верхушка корня верхнего пятого зуба находится вплотную гайморовой пазухи вплотную то есть она лежит буквально вплотную гайморовой пазухи а что мы видим собственно в гайморовой пазухе мы видим тотальный гайморит проблема пациентки была ровно в гайморите наполненная жидкостью гайморова пазуха давила на корень пятого зуба и вызывала такие явления в виде ночных болей и каких-то еще других дергающих болей собственно говоря пациентка осталась со здоровым зубом в силу быстро поставленного правильного диагноза и направилась воротделение с нашим снимком который мы и скинули на диск и все у меня теперь хорошо теперь доктора вот такой интересный нюанс как выявление шести например каналов в нижнем шестом зубе опять-таки вы очевидно видите непройденные два канала то есть четыре канала было пройдено два канала были оставлены непройденными ну конечно не часто встречаются в нижних шестых шесть каналов опять-таки было бы у доктора под рукой КЛКТ очень быстро бы был обнаружен такое вот интересное строение нижнего шестого зуба и доктор бы шел на шесть каналов и пациент был бы к этим шести каналам готов ну во всяком случае доктор бы не растерялся и нашел все шесть каналов такие интересные бывают моменты еще по моменту строения зубов значит когда мы обследуем пациента на предмет перелечивания киста да киста вот конкретно здесь на верхнем четвертом зубе когда мы сделали КЛКТ даже в прямой проекции вот мы смотрим прямая проекция при просмотре КЛКТ я вижу на корне четвертого зуба да резорпция ранее зуб пролечен ну и пролечен вроде бы даже как неплохо но безусловно для нас для эндодонтов мотив перелечивания зуба должен быть только при просмотре боковой проекции боковая проекция это основная проекция которую мы хотим увидеть и соответственно принять решение беремся мы за перелечивание зуба ибо не беремся потому что прямой проекции даже по КЛКТ я не вижу каких-то особенных причин не взяться за перелечку да но если я посмотрю боковую проекцию то я вижу что отсутствует щечная картикальная пластина на значительном протяжении с небной картикальной пластиной с небной поверхности тоже присутствует значительный дефект соответственно конечно же у меня нет желания заниматься сизифовым трудом и перелечивать то что в общем-то перелечить наверное невозможно так как данная пациентка доктор но не стоматолог естественно все доктора это немного отягощающий момент в нашей практике конечно же она настаивала на том чтобы перелечить и что у нее все будет хорошо после моего так называемого перелечивания то есть я все по своей технической части сделала хорошо мы сделали контрольный снимок через год обратите внимание через год фактически ситуация не улучшилась то есть отсутствие щечной картикальной пластины так и есть никуда она не наросла никак она не видоизменилась соответственно зуб все-таки был удален установлен имплантат ну и это можно было избежать всех этих моментов еще год назад если бы пациентка меня послушалась опять-таки правильно установлен диагноз был год назад и я предупреждала что лечение будет неуспешным какие моменты еще я бы не хотела чтобы вы брались во всяком случае ответственность на себя брали по перелечиванию если вы понимаете что у человека период антиз например пришла пациентка с болями периодонситными болями когда мы сделали КЛКТ верхний седьмой зуб видна киста значительная резорпция видны видна горизонтальная линия в гайморовой пазухе то есть уровень жидкости соответственно диагноз гайморит я могу поставить я конечно же очень далека от лор врачей и от их диагнозов но я понимаю что то что я вижу в гайморовой это проблема и проблема явно от зуба что я еще вижу при прокручивании 3D модели я вижу разрыв дна гайморовой пазухи шнайдеровой мембраны вот когда я вижу такой значительный разрыв а здесь ну наверное порядка двух либо трех миллиметров разрыв я такие зубы на перелечивание обычно не люблю брать это тоже очень сложно перелечить так чтобы не было в итоге снова проблемы поэтому я настаивала на том чтобы зубы удален причем удален даже не в частной нашей клинике а лучше это сделать в челюстном лицевом отделении в силу общения с гайморовой пазухой здесь надо делать ушивание дна в общем я думаю что лучше это сделаю стационар и пациентку такую я не взяла естественно на любом прицельном снимке ни о каком ни о какой визуализации разрыва дна гайморовой пазухи или о том что там корень находится в гайморовой пазухе даже и речи нет потому что реально мы этого просто не видим следующий момент который я настаиваю всегда докторам на то на том чтобы доктора обязательно исследовали все предполагаемые резорбции возможно кисты на нижних зубах только через ПЛКТ и только потом брались за какие-то перелечивания потому что если вы посмотрите на нижний шестой зуб который мы сейчас вот видим прямой проекции ну да видно проблема проблема какая-то достаточно существенная если мы посмотрим на боковую проекцию этого медиального корня обратите внимание проблема настолько существенная что она ушла в нижний челюстной канал практически есть сообщение с нижний челюстным каналом конечно же я такие зубы которые вплотную лежат на нижний челюстном канале я не возьму я просто боюсь я понимаю что мое вмешательство в систему корневых каналов может вызвать обострение инфекции которые находятся в этой кисте и вся эта обострившаяся инфекция может уйти в нижний челюстной канал я таких проблем не хочу и зубы с такими большими резорбцами которые находятся вплотную к крыше нижний челюстного канала я всегда отправляю тоже в челюстно-лицевое отделение я тоже в клинике у себя в частной не возьмусь за такие сложные удаления потому что итог не предсказуем и это надо просто иметь какого-то гениального хирурга чтобы он сделал все хорошо серьезно грамотно я ничего не хочу сказать про других хирургов но я предпочитаю все-таки отправлять в государственные персоналы следующий момент который я хотела бы с вами обсудить ну вот тоже огромные кисты которые плотную и лежат на нижней челюстном канале тоже удаление конечно же тоже в ЧЛХ теперь разбор некоторых клинических случаев которые мне тоже очень помогли КЛКТ очень помог при лечении ну например это вступление в этом случае нет КЛКТ но дальше я вам покажу момент который уже присутствует КЛКТ как это выглядит в жизни я уже вам упоминала о так называемых слепых каналах основной канал заканчивается где-то коротко а дальше он доходит до настоящей верхушки с помощью какого-то микроканальца технически инструментально мы этот микроканал пройти не можем мы его должны просто сделать хорошую ирригацию стерилизацию и собственно гербетичную пломбировку так вот слепые каналы выглядят на прицельных снимках ровно таким образом то есть заканчивается где-то обтурационный материал и до рентгенологической верхушки какой-то тупик то есть расстояние незаполненное и естественно ортопеды с такими зубами не согласны и конечно же они не принимают такие зубы на протезирование требует пломбированный канал до самой верхушки вот в этом клиническом случае я в общем-то была против перелечивания потому что зуб был декульпирован много лет назад и никакого дискомфорта пациентки никогда не доставлял никаких следов от свящевого хода на слизистой не было поэтому я не понимала почему бы и нет ну ортопед настоял хорошо я перелечила запломбировала герметично и да вот она большая дельта в бок с выведенным силером а до верхушки как ортопед предполагал материала нет и естественно и быть не могло потому что действительно никакого канала до рентгенологической верхушки и не шло теперь как выглядит в КЛКТ слепые каналы опять-таки для пациента ну это тоже прицельный снимок для пациента для пациента слепые каналы конечно ни о чем не говорят и когда мы с пациентами рассматриваем постпломбировочные снимки безусловно им интересно и я все показываю опять-таки рассказываю им становится все понятно вот такого рода киста пациент с такой кистой пришел ко мне на лечение в боковой проекции до нижнечелюстного канала значительное расстояние поэтому я взялась за перелечивание эту кисту лечила в два посещения всего того что был небольшой выбух кости от кисты значительно поэтому назначала антибиотики лечила в два посещения и процесс был уже и в третьем зубе то есть киста охватила третий зуб он был нежизнеспособен поэтому пришлось перелечивать каналы в третьем зубе теперь посмотрите после перелечивания как выглядит четвертый зуб в прицельном снимке и с КЛКТ вот так выглядит прицельный снимок после пломбировки корневого канала в четвертом зубе в четвертом зубе был слепой канал вот так выглядит прицельный снимок в четвертом зубе в общем-то что можно сказать все хорошо все хорошо но собственно говоря не очень понятно что тут что тут происходило если мы посмотрим на этот же зуб в боковой проекции в КЛКТ ой я прошу прощения доктора куда-то слетел а вот он то мы увидим мы увидим вот он четвертый зуб язычная поверхность щечная кортикальная пластина киста и обратите внимание вот заканчивается канал и щечную сторону выходит через микроканалец пуфик силера щечную сторону у нас вышел очень понятно как выглядит слепой канал куда вышел этот пуфик силера где он находится пациенты очень толково можно объяснить показать ну и для самих себя вы делаете себе заметку что все у вас получилось правильно все у вас получилось хорошо зуб пролечен отлично и все будет благополучно следующий момент вот такая вот большая киста на верхнем шестом зубе опять прошу у вас прощения доктора нет у меня в связи с отсутствием меня в клинике среза аксиального чтобы вам показать какой канал был не пройден не готова я вам предъявить но поверьте на слово был не пройден МБ2 после того когда я на КЛКТ увидела МБ2 показала пациентке перелечила только один канал все остальные были запломбированы хорошо через несколько месяцев мы сделали повторное исследование полностью ушла киста и было принято решение о протезировании этого зуба опять-таки очень существенно что пациентка видела что три канала которые у нее раньше пролечены другим доктором были пролечены адекватно я их не трогала я прошла только тот пустой канал который она увидела я его сделала и после этого у нее киста все ушло и зуб стал здоровый ну еще один такой момент который можно показать это киста на верхнем пятом зубе и вкладка стоит в зубе вкладка как бы вы не делали КЛКТ какой бы хороший современный аппарат у вас не был вкладка все равно любой металл он немножко будет фонить поэтому если вы вокруг вкладки либо штифта либо коронки видите черноту какую-то то это не резорпция это артефакт он всегда будет присутствовать и вокруг имплантата и вокруг штифта поэтому не относитесь к этому предвзято это нормальное явление для металлических запчастей во рту в этом случае киста была бессимптомная и собственно за одно посещение я вкладку убрала перелечила зуб и через короткое достаточно время сделала обследование вот остаток оболочки кисты киста осифицировалась у пациентки все благополучно мы этот зуб восстановили доктора хочу обратить ваше внимание на соседние зубы она особенно на верхней седьмой вот куда у меня сейчас показывает стрелочка обратите внимание это дентикль дентикль который чаще всего препятствует препятствует вхождению в мезиальные каналы очень большая проблема у докторов эндодонтов которые лечат пульпит верхних шестых седьмых эти четыре канала и зондом находят проекцию устья мб2 а пройти механические инструменты не могут чаще всего это склероз устья либо дентикль опять-таки если вы заранее например на КЛКТ увидите такого рода проблемы опять-таки вы можете к ним заранее подготовиться что-то предпринять посоветоваться какой-то инструментарий другой заиметь соответственно вы уже с сознанием дела подходите к вмешательству в этот зуб и у вас все получается гораздо более плавно по плану и понятно для вас сами поэтому конечно же на КЛКТ все малейшие нюансы очень хорошо заметны и конечно они очень помогают в выборе тактики вмешательства в зуб еще один случай тоже две небольшие кисты на нижнем седьмом зубе тут не очень интересно потому что все обычное перелечивание тут по КЛКТ никаких особых нюансов не было здесь интересный случай тем что две большие кисты на шестом седьмом слева и как вы видите опять-таки уровень жидкости в гайморовой пазухе адантогенный гайморит безусловно адантогенный гайморит нуждается в лечении и пациент видит пациент принимает вместе с вами правильное решение потому что пациенты не хотят жить с адантогенным гайморитом их это всегда пугает гораздо больше чем болезнь зубов зубы как-то пациентам беспокоит немного а вот гайморове пазухи их очень беспокоит поэтому когда вы видите вот такие синусы с элементами воспаления, конечно, гайморит – дело нехорошее. Пациент согласен на перелечивание таких зубов, с большим желанием он лечит, нежели если бы вы ему не показали этот гайморит. Здесь, соответственно, мы тоже перелечили и через 4 месяца сделали исследование. Обратите внимание, что в гайморовой пазухе осталось, я называю это полипом, я не претендую на то, что я права, скорее всего, даже я не права, я все-таки не лор-врач. В общем, осталось то, что уже не имеет отношения к гаймориту, потому что пациент пил антибиотики после первого посещения того, где был гайморит. И если это не прошло, значит, это все-таки не от антогенной природы, и я в это уже вмешиваться не буду, я просто направляю к лор-врачу с диском, с записью, и лор-врач уже принимает решение, надо ли что-то делать, либо это вообще не требует никакого вмешательства, что чаще всего и бывает. Но в зубах мы видим уже отсутствие тех кист, которые были, и, собственно, после этого мы приняли решение на восстановление этих зубов ортопедически. Следующий зуб, который интересен, прицельный снимок, очень давнишний случай, огромная киста, которая даже не попала на весь снимок, плохо сделанный снимок, как вы видите, тубус не попал на датчик, половина снимка белая, ну ладно, это уже прошлое дело, главное, зуб наш весь попал. Зуб стоит с разборной вкладкой, естественно, ни один здравомыслящий доктор пилить разборную вкладку не будет, и я тоже не стала ее пилить, но в силу гнойного расплавления цемента, на котором была фиксирована вкладка, да, переостит был у пациента, вкладка осталась в щипцах у хирурга, и я попыталась перелечить этот зуб, и в дистальном корне, это уже КЛКТ мне в помощь, в дистальном корне размер апекса был в районе 120, и эндодонты, если меня слышат сейчас, конечно же, охнут, потому что запломбировать герметично такой огромный апель достаточно проблематично, пломбировала бутакором, не проруд, но получилось достаточно хорошо, как вы видите, это уже контрольный снимок через год, киста практически полностью ушла, остались небольшие следы, ну, в общем-то, все благополучно, пациента мы запротезировали. Я так понимаю, что у нас немножко время уже, да, наверное, подходит к концу, когда я ускорюсь. Вот, доктора, последний случай, который хотела бы вам показать, он действительно очень интересен, интересен в плане анатомии, потому что для эндодонта, конечно, строение каналов – это крайне важно. Пациент – бессимптомная киста, найденная случайно на обследовании, верхний пятый зуб. Когда мы сделали КЛКТ, я показала, что у вас проблемы, у вас элемент гайморита, явно адонтогенного, явно от этого верхнего пятого зуба, плюс вообще гайморова пазуха, в общем-то, нездоровая. Конечно, это требует вмешательства лор-врача. Но, конечно, киста на пятом зубе должна быть пролечена. Мы пролечили эту кисту, и, обратите внимание, без антибиотиков, потому что ничего пациента не беспокоило. Без антибиотиков снимок через два дня. Посмотрите на гайморовую пазуху. Через два дня гайморова пазуха в области пролеченных каналов, простерилизованных каналов, стала совершенно спокойной. Честно, я сама очень удивилась. Я еще не настолько часто вижу такие резкие улучшения в плане здоровья пациентов. И в боковой проекции, если мы посмотрим на этот зуб, это очень интересная анатомия. Посмотрите, какие соустия у каналов. Это небный канал, это щечный канал, и между ними идут плотнейшие соустия. То есть здесь инфекции в этой части корня, особенно, конечно же, было много. Это данные на момент непосредственно перелечивания зуба. То есть киста еще присутствует. Это через два дня после перелечивания был сделан снимок. А когда мы сделали снимок через несколько месяцев, то киста уже полностью ушла. Зуб стал совершенно здоровый. Опять-таки элементы нездорового состояния гайморовой пазухи остались. И я настоятельно пациенту рекомендовала посетить лор-вача. Опять-таки сделала диск, распечатала, скинула снимок на диск и отправила к лор-врачу, потому что, безусловно, это, на мой взгляд, проблема, и ее надо как-то решать. Но суть в том, что зуб стал здоровый, уже адентогенных дел у пациента нет, и лор-врач к стоматологу иметь никаких вопросов, в общем-то, не будет. Доктора, наверное, первый раз вебинар прошел для меня более-менее понятно. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить, если я в силах буду на них ответить. Пока что по снимкам у меня все. Хочу закончить свой рассказ еще раз по желаниям использовать, пожалуйста, всегда при перелечивании любых кист к ЛКТ, потому что вы должны очень предсказуемо подходить к лечению, и, соответственно, вы должны сами себя обезопасить от ненужных осложнений в вашем лечении, потому что ваша рука последняя, и если вы что-то сделали не так по причине того, что не увидели на 2D-снимке, то вы будете виноваты. Поэтому, пожалуйста, к ЛКТ – это обязательный, на мой взгляд, вид обследования при любых вмешательствах по эндодонте. Это вам гораздо упростит вашу жизнь и ваши взаимоотношения с пациентом. Буду рада отвечать на вопросы, если такие есть. Ала, спасибо тебе огромное. Пока не за что. Спасибо тебе огромное за такую прекрасную презентацию. Вопросы действительно есть. Ну, первый вопрос. По какому срезу ориентироваться при определении рабочей длины? По какому срезу? Ну, Андрей, то скорее даже ты, наверное, правильное название среза подскажешь. Мы определяем обычно в боковой проекции, чтобы канал был виден в развернутом виде. Соответственно, по развернутому каналу есть специальная линейка. В любом КЛКТ, в любом томографе есть определитель длины. И вы, используя эту специальную линейку, вы определяете длину. Обычно я определяю длину от устья. Не от какой-то там коронковой части, да, потому что все-таки, когда мы определяем по апекс-локатору, да, стоппер на твердую ткань зуба ориентируется. А по КЛКТ я определяю от устья. Но это мое видение длины, и потом я могу ее применить. Будет докторам удобнее. Это уже, наверное, дело навыка. Спасибо. Еще такой вопрос. Вот он появился, когда ты показывала клинические случаи с сильно изогнутым корнем зуба. Вот. И вопрос такой. Если в клинике нет операционного микроскопа, то как пролечить зуб с такой сложной анатомией? При этом снимок КЛКТ имеется. Я и не использовала операционный микроскоп при лечении этого зуба. Я использовала только боковую проекцию, и я понимала, куда направлен изгиб канала. Потому что микроскоп – это не панацея. Все, что мы видим, все, что находится за изгибом, мы физически не видим в микроскопе, поэтому в этом случае он мне поможет. Я лечила этот зуб без микроскопа. Я знала, куда мне изгибать инструменты, в какую сторону мне идти. Спасибо. Лечишь ли ты в своей практике каналы в восьмых зубах? Если они необходимые зубы, то да, я лечу. Если они в ряду зубном, если они имеют антагониста, если, не дай бог, еще отсутствуют соседние, шестой либо седьмой, и они могут участвовать в несъемной конструкции последующей, да, я лечу. Если зуб категорически проблематичный в виде, подвесневое разрушение, нет антагониста, нет, присутствуют рядом шестые, седьмые, здоровые, достаточно зубы. В этом случае я не вижу смысла потратить деньги пациента на лечение таких пациентов. Ясно, спасибо. При пламбировании канала техникой с использованием горячей гуттаперчи это делается для того, чтобы заполнить апикальную дельту? Это делается для того, чтобы заполнить, в принципе, всю систему микроканалов, потому что все врачи прекрасно помнят анатомию из института, у нас не бывает ровных каналов без ответвлений. Ответвления от середины длины и до апикальной трети могут быть в непредсказуемом количестве. Поэтому, если мы не герметично будем пламбировать всю систему корневых каналов, а герметично мы можем заполнировать только с помощью горячей гуттаперчи. Какой? Это уже вопрос технический. Это может быть гуттапор, это может быть термофил, это может быть софтпор, это может быть вертикальная конденсация. Но суть в том, что гуттаперчи должна быть разогрета. И только в этом случае мы получаем в канале герметизм. А если мы получаем в канале герметизм, значит мы получаем отсутствие бактерий, которые могут просочиться из инфицированной периодонта снова в систему корневых каналов. Соответственно, мы получаем здоровый выход. Спасибо. Ну и нас время уже достаточно сильно поджимает. Последний вопрос. Как ты поступаешь, если на томограмме ты видишь выведенную за верхушку гуттаперчу? Да никак не поступаю. Потому что выведенный силер или гуттаперча это не предмет обсуждения, что это какая-то проблема, на мой взгляд. И, собственно, не только на мой взгляд. Потому что что гуттаперча, что силер является по своему содержанию сути инертными, нейтральными, нераздражающими периодонт вещества. Ну, я, конечно, не говорю о том, когда выведены в большом количестве и силер, и гуттаперча. В большом количестве, которые действительно могут сделать какую-то проблему. Или в нижнечелюстной канал, или в гаймору. А если в каком-то небольшом количестве, я, например, всегда люблю, чтобы у меня был какой-то пуфик за верхушкой вылетен. Я к этому отношусь нормально. Постпломбировочные боли от этого не возникают. Боль возникает от плохо домытых каналов, от ненайденных каналов, от плохо пройденных каналов, от разбитой верхушки, от периодонтального кровотечения. То есть множество факторов, которые вызывают постпломбировочные боли. И в последнюю очередь, это кусочки гуттаперча или селера выводены на мой взгляд. Все понятно. Спасибо большое за ответы. Спасибо большое за вопрос. Еще последний коротенький вопрос. Я думаю, что ты быстро сможешь на него дать ответ. Как часто можно делать КЛКТ? КЛКТ в силу небольшой лучевой нагрузки я одному, мы говорим об одном пациенте, я делаю не чаще двух КЛКТ за полгода. То есть первый КЛКТ диагностический, с большим полем, с большим аккомблором. Второй КЛКТ маленький, прицельный, условно я его так называю, маленький, 5-сантиметровый в виде контроля. И все. Следующий момент, маленький контрольный, через полгода на предмет убыли кисты. Какая у меня так, чаще я не делаю. Это входит в рамки тысячи микрозивертов, которые пациент может получить за год. Все понятно, спасибо. Какие наши дальнейшие действия? Спасибо вам большое. Уважаемые участники, мы заканчиваем трансляцию. Спасибо всем, кто присоединился. Подписывайтесь на наши официальные страницы Дэнсплай Сирона в Инстаграм и Фейсбук, также наш Ютуб канал, и вы сможете видеть актуальные новости и актуальные вебинары. Спасибо большое. Всего хорошего дня. Спасибо.